Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу как настраивать передачу данных и системы MarkVis в Bitrix24. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных MarkVis. Теперь необходимо указать действие, получить квизы. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт MarkVis к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы MarkVis. Перейдите в ваш личный кабинет MarkVis. Перейдите в раздел «Мои квизы», «Редактировать», «Интеграции», «Webhooks» и кликните «Добавить хук». Далее вставьте скопированную ранее ссылку и обязательно сохраните изменения. Теперь необходимо совершить события. Например, заполнить ваш квиз для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые здесь отобразятся после заполнения квиза на платформе MarkVis. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных MarkVis успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем BITREX 24. Теперь необходимо указать действия «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш BITREX аккаунт к системе Apex Drive. Необходимо выбрать облачную или коробочную версию BITREX, указать страну регистрации BITREX, а также указать доменное имя портала BITREX 24. Для этого переходим в свой BITREX 24. Теперь необходимо установить приложение Apex Drive. Для этого слева в меню кликаем «Еще», «Приложение», вводим в строке поиска Apex Drive, «Посмотреть», «Установить». Ознакавливаемся с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности, после чего ставим галочки напротив соответствующих пунктов и кликаем «Установить». Убеждаемся, что приложение Apex Drive успешно установлено в ваш BITREX 24. Копируем доменное имя. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Возвращаемся в систему Apex Drive и вставляем скопированное доменное имя. Теперь вам необходимо указать логин и пароль пользователя BITREX с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать статус, в который будут попадать новые сделки из MarkVis, а также заполнить поля данных. Для того, чтобы добавить новую переменную из MarkVis, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем Продолжить. На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Bittrex24. Переходим в ваш Bittrex24. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...